Всем привет! Огромная просьба! Подпишитесь на канал моей знакомой. Девушка делает отличные каверы. Ссылка будет в описании и в всплывашке. Кстати, скоро новый ролик. Отличный кавер. Ну, а теперь к основной теме. И снова здравствуйте, теплолюбивые! Сегодня мы возвращаемся на территорию комфорта и будем тестировать некое оборудование. В космос, конечно, мы его отправлять не будем, но вы уже из превьюшки, наверное, поняли, о чем идет речь. Поехали! А вот и он! Герой нашего ролика. Стабилизатор теплоком ST555i. Что о нем можно сказать сейчас, вот, прямо вот в этом состоянии? Ну, я, как уважающий себя техноблогер, должен рассказать, что за коробочка и что в коробочке. Интересная надпись. Против чертей в розетке. Так, откроем коробочку. Хм, я прям удивлен. У нас в коробочке стабилизатор. Гениальная идея, почему никто не додумался? Так, убираем коробку. Инструкция по эксплуатации и сам стабилизатор. Достаем. Инструкция. Что у нас здесь интересного? Мы будем читать инструкцию? Не стоит. Самоклеющиеся ножки. Если вы решите расположить стабилизатор горизонтально. Так. Вот и сам стабилизатор. Алюминиевой корпус. Небольшой дисплей. Сетевой шнур. Идем дальше. Так. Рассказать о стабилизаторе. Может его с чем-то сравнить? Будет, мне кажется, более понятно показать все его характеристики, сравнив его с чем-то. Но с чем? Хм. Так, уберем пока стабилизатор. Стабилизатор. С чем же его сравнить? Есть идея. У меня тут за кадром пару заначек. Давайте сравним его, к примеру, с данным стабилизатором. Почему бы и нет? Хотя... Нужно найти какой-нибудь более интересный вариант. А если с вот этим стабилизатором? Я думаю, будет хорошее решение. В принципе, они по мощности более-менее сопоставимы. Нет. И с ним мы сравнивать не будем. С чем же сравнить? Может быть, взять какой-нибудь инверторный стабилизатор? Но это будет, с моей стороны, не очень правильно. Мы все-таки сейчас смотрим на стабилизатор релейный. Поэтому нужно подобрать ему правильного соперника. Есть идея. Мы сравним его со стабилизатором Теплоком СТ555. Я думаю, это будет очень серьезный батл. Посмотрим. Итак. У нас два стабилизатора. А точнее, это, в принципе, один стабилизатор. Только разные поколения. Ну и как их можно сравнить? Один в пластмассовом корпусе. Скажем правильнее, из композитных материалов. Другой в алюминиевом. И на том, и на другом есть дисплей. Хм. Как же их сравнить? У меня есть идея. У меня есть вот такой вот стенд. Стенд для проверки стабилизаторов. При помощи данного стенда, я думаю, мы разберемся, кто из них лучше, а кто хуже. Итак. У нас есть стенд и два стабилизатора. Назовем стабилизатор номер один и стабилизатор номер два. Подготавливаем стенд. Поясняю принцип его работы. Есть вольтметр на входе. Он нам показывает напряжение на входе в стабилизатор. Есть вольтметры на выходе. Повторяемся. У нас есть стабилизатор номер один. Это его вольтметр. Стабилизатор номер два. Это его вольтметр. Так. Подключаем стенд к сети. Подключаем стабилизаторы. Стабилизатор номер один. Стабилизатор номер два. Стабилизатор новой версии ввиду, скажем так, конструктива у нас будет в перевернутом состоянии. Тут уж простите. Куда деваться? Включаем стенд. Мы видим, что на входе у нас приблизительно 220 вольт. У нас включился стабилизатор номер два. И следом за ним включился стабилизатор номер один. На выходе у этих стабилизаторов приблизительно 220-215 вольт. Входное напряжение они показывают 208-210 вольт. Исходя из положения латора, ну, я бы сказал приблизительно верно. Небольшое расхождение спишем на погрешность. Контрольные лампочки говорят нам о том, что на данный момент на выходе из стабилизаторов есть напряжение. Ну и в принципе, как мы видим по вольтметрам еще раз, оно в норме. Первым делом проверим реакцию стабилизаторов на понижение напряжения. Потихонечку латором опускаем напряжение. Также мы сейчас видим, как реагируют стабилизаторы. Напряжение на них падает, соответственно. Но вы можете видеть, что на выходе из стабилизаторов, исходя из этих вольтметров, напряжение остается в норме. Продолжение следует... Что сейчас мы видим? При напряжении 133 вольта стабилизатор номер один отключился. Я бы сказал, ушел в защиту. Но при этом стабилизатор номер два у нас продолжает работать. Разбег у них приблизительно в 2 вольта. Посмотрим, что произойдет дальше. Вот сейчас выключился у нас и стабилизатор номер два. Здесь результат нашего исследования показывает, что отключение стабилизатора номер два происходит при более низком напряжении. Хотя, как сказать, при более низком. Разбег в несколько вольт. Так, возвращаем стабилизаторы в рабочее состояние. Стабилизаторы включились. Теперь устроим проверку на повышение напряжения. Сейчас быстро дойдем до 210 вольт. А дальше постепенно. Как вы видите, даже при напряжении 260 вольт на выходе у нас в принципе норма. Продолжаем. Так, стабилизатор номер два ушел в защиту. При напряжении 265 вольт. Вот и ушел в защиту стабилизатор номер один. При напряжении 272 вольта. В принципе, здесь разбег очень значительный. Я считаю, что при повышении напряжения данный стабилизатор отработал более эффективно. Сейчас снова вернем все в норму. Скорость отработки при возвращении напряжения в норму все-таки лучше у стабилизатора номер два. Хотя, это в принципе не показатель, я так думаю. Так как данные стабилизаторы релейные, мы не будем испытывать их на короткое замыкание и на сильные броски напряжения. Но мы посмотрим, как они себя ведут при, скажем так, частом изменении напряжения. Это мы сымитируем периодическим движением латера в минусовую сторону и в плюсовую сторону. Как вы видите по реакции рылюшек, так же и вольтметров, стабилизаторы справляются с функцией стабилизации и при этом не уходят в защиту. Подводим итог. Данный стабилизатор, по моему мнению, ничуть не уступает своему предшественнику. И, а почему бы и нет? И получает пять спецов. Я думаю, что алюминиевый корпус сыграет только положительно. Он обеспечит лучшее охлаждение в процессе эксплуатации данного стабилизатора под нагрузкой. Ну и, в принципе, я считаю, это неплохой продукт от компании Теплоком. Не забываем, что у нас на канале проходит беспрецедентный розыгрыш газового котла и не только газового котла. Подробности о данном розыгрыше внизу в описании. Так же внизу в описании вы найдете ссылку на все социальные сети Бастион, где вы сможете ознакомиться со всей продукцией данной компании. Ну и я думаю, на этом все. Всем спасибо. До свидания. Самое главное забыл сказать. Где-то там в описании ссылка на телеграм-канал. Народ, подписываемся. Субтитры сделал DimaTorzok